Добрый день! 6 марта 2021 года. Не собиралась делать этот фильм, но, в общем-то, решила всё-таки дать объяснение в виде ролика, видеоролика. Потому что вот один товарищ под именем Лёни79, он мне просто буквально заспамил, вот видите, на проверке, буквально заспамил мне все комментарии по поводу речи Александра Третьего. Я сделала ролик о том, что мне Фейсбук подкинул такой вот голосом с акцентом, немецким сильным акцентом Александра Третьего, который был записан в Дании. Это, в общем-то, понятно, что он был в Дании записан, потому что жена датской принцессы, и они туда поехали к родственникам Александра Третьего. Но и сам Александр Третьего не является русским человеком. И удивляться по поводу того, что он говорит с акцентом, ну чё, удивляться-то, когда они не русские люди. Это не руси, это немецкие, европейские, всякие датские, гольштенские, там кого только нет. Язык сломаешь от всех этих фамилий, там нет русских людей. Если для кого-то эта новость и шоком явилась, ну просто вы с этим столкнулись, с этим знанием столкнулись впервые. Просто сейчас правда открывается благодаря интернету. Её не скрыть, её вот как раньше, может, церковь могла скрыть, вот эти бедненькие, несчастненькие, помазанники божьи, никакие они не помазанники божьи, они самозванцы, это ещё открыл Александр Владимирович Пыжиков, доказал это. Это уже историк, извините, если мы так, не историки, я не историк, я любитель, да, вот любитель, который занимается этой темой. Да, уже можно сказать, что почти профессионально, потому что пять лет уже занимаюсь, занимаюсь вдумчиво, изучаю книги, трачу на это деньги, трачу на это своё свободное время. Мне само это интересно, я никому ничего не собираюсь доказывать. Поэтому, значит, что вот этот вот, он везде это спамит, я где-то оставляла этот комментарий, а где-то я уже просто его стала удалять, потому что это чистый спам. И вот что он пишет, что ссылка на датский ресурс, убедитесь, что там нет ничего про говоривших. Вот эта вот запись под номером 127 про Александра Третьего ничего не сказано. С чего вы взяли, что это конкретно? Во-первых, я сказала, что я ничего не взяла, что это запись, которую мне подсунул Фейсбук. Во-вторых, да, у меня нет стопроцентного доказательств, но по логике это может быть. Почему нет? Например, вот голос Николая Второго, он тоже гуляет по Ютубу, он говорит без акцента, хотя он тоже не является русским человеком. Никто из этой семьи, из этих царей, так называемых, Романовых, не является русским. Это просто факт. Это факт, от которого никуда не денешься. Нравится он кому-то, не нравится он кому-то. Если люди, которые обмануты церквью, которым он внушает, значит, либо они сами, не знают, эти церковники, папы, либо завидомо вводят в заблуждение свою паству. Ну это же я-то тут при чём? Вы, так сказать, ко мне не надо сюда придираться. Я вам просто доношу информацию. Для меня это ясно как божий день. Я давно знаю, что Романовы не являются русскими людьми. Я называю их теми, кем они являются. Они являются гауляйтерами. Они посланники мирового, так сказать, правительства, которое захватило Русь после смуты. Вот они пришли ещё там с этим, с Петром Первым, который тоже уже не Пётр Первый. Всё, там нету русских людей. Нету никого. Там нету русской крови вообще, от слова совсем. Это не значит, что они были там плохими людьми. Они могли быть и хорошими людьми отчасти, но они нам чужие. Они на нашей земле чужие. Русь для них – это колония, которую надо высасывать, выкачивать ресурсы. То, что они где-то что-то делали, не инвеструяли только для себя любимых. Потому что они точно так же конкурировали со своими западными родственниками. И они периодически грызутся и дерутся за наследство. Об этом у меня есть фильм про Петра Первого. Две серии я сделала. Что Пётр Первый – птенец габсбургский. Просто посмотрите. Я всю информацию беру из открытых источников. У меня нет никаких инсайдеров, ни КГБшной какой-то тайной информации. Я не даю таких названий в своих фильмах. Я просто показываю, откуда я беру. Всегда говорю об источниках. Я никогда себе не присваиваю. Поэтому здесь так вот повозмущались. Чего вы против правды, то против возмущаетесь. Вы умеете принимать эту правду. Это так. Это гауляйтеры. У нас 300 лет романовского ига. И это, опять-таки, я повторяю слова Пыжикова, который уже так смертью смерть поправ. Он уже всё сказал, ему уже ничего не припишешь. Он сказал своё слово. Это доктор наук, историк, который к официальной истории, он пошёл против неё. И, в общем-то, поэтому, наверное, быстро умер так. Потому что он именно официальный историк. Пропустили они, так сказать, проглядели засланца. Ну, надо знать правду. Надо своему народу говорить правду. Потому что наш народ достойный лучшего правительства, чем вот эти вот всякие западные засланцы. Нам не нужны вот эти немцы и немецкие гауляйтеры. Ни австрийские, ни лихтенберские, ни альденбургские. Никакие эти бурские нам не нужны. У нас свои есть. Умные, достойные люди. Всё, пошли вон со своими романовыми. Все эти монархисты, идите вон. У нас уже была советская власть, и она остаётся. И лучшей власти нету на земле. Всё это было доказано. По делам, делами было доказано. А сейчас монархисты очень быстро голову поднимают. Им очень хочется пристроиться и паразитировать на народе. Монархизм – это враг народа русского. Потому что монархисты хотят быть холопами при дворе и при этом паразитировать на остальном народе. Это чистая, голая правда. Не нравится, что вас изобличают, ничего не поделаешь. Потому что паразитов надо выводить из тела. Тело должно быть здорово. Так вот, давайте перейдём, проверим эту ссылочку вот этого товарища, который здесь просто вообще, я не знаю, что он прям заспанил всё. Я его что-то удалила. Вот он везде. Видите его, эти сам. Вот он. Везде он это всё подкинул. Очень много уже из него я удалила. Давайте просто перейдём по этой ссылке и проверим. Буквально проверим то, что он говорит. Нету там по цифре 127. Убедитесь, что там нет ничего проговоривших. Запись под номером 127. Про Александра Третьего ничего не указано. Ну, может быть, и не указано. Она, может быть, просто удалена. Где тут вот? Но её здесь нету. Вот 126, 128. Нету записи 127. Её могли удалить. Потому что эта запись, она гуляла год уже в интернете. Ну, не знаю, проверяйте. Может быть, кто-то что-то здесь найдёт на этом ресурсе. Нету здесь этой записи. Вот здесь какая-то под номером 27. Причём тут номер 27? Вот здесь её нет, номер 27. А это что? Каким образом здесь убедиться, что здесь её нет про Александра Третьего, этот датский ресурс? Я не знаю. А это что, доказательства, что ли? Вот когда вы эту ссылку кидаете, вы что пытаетесь доказать вот этой ссылкой? Вы ничего не доказали абсолютно. А по поводу того, что Романова – это не Руси, сейчас мы ещё посмотрим. Абсолютное, стопроцентное доказательство. Сейчас я вам предоставлю. Я думаю, что вот против этой книжки, посмотрите, как она у меня прорабатывается. Это словарь ребят Галуза и Ихрона в России с введением. Лену из Дат 1991 года. Напечатано это было ещё при жизни Николая. Вот всё сохранено, так сказать, даже с тем шрифтом. Здесь очень много интересных данных, и со временем я от них вам поделаю. В этом словаре у нас есть вот такая отставка, родословная, Российская империя. Я специально это покажу в прямом эфире. Так как я её раскладываю, умники напишут, что поделка. Здесь вот небольшая, половина листа родословная Рюриковичей, и заканчивается она. Иване Грозному, его сыне, Иване, Фёдоре и Дмитрие, все погибли. И вот такая у нас ведь Романовых, Российский императорский дом. Если мы, вот здесь у нас Николай Второй, Александра Фёдоровна Принцесса Десенская, и на данный момент, вот в составлении этой таблицы Николай Второй здравствует и правит. Если мы будем отслеживать родословную от кого, кто и как идёт, то мы видим, что здесь нет ни одного русского человека, ни одного от слова совсем. Это другая раса. Это так называемые Эрбины. А вот если поклёс в УДНК генеалогии, то вот это Российский императорский дом. У нас Р1А, а это Р1П. То есть это другая кровь, другая ветвь. И они довольно агрессивны. Мы знаем, как они всё время лезут на Россию со своими войнами, и как они себя ведут на землях, которые не оккупируют, как они ведут себя с местным населением. Мы это знаем по Великой Отечественной войне. Благодаря тому, что мы победили в Великой Отечественной войне, у нас есть полная информация, огромная информация, с кем мы имеем дело, вот с этим западным миром. Безусловно, там есть нормальные, хорошие люди. Они есть везде. Но там их, в общем-то, по ДНК, по всей видимости, меньше. Либо когда происходят какие-то военные действия, у них там что-то переключается, и они становятся садистами. Потому что ведут они себя на оккупированных территориях именно как садисты. Они не просто захватывают или грабят земли, они издеваются над местным населением, уничтожают его, и издеваются именно по-садистски. То есть изощренно, как извращенцы. Им надо обязательно или кожу сдирать, или сжечь надо, или выкалывать глаза, или еще что-то. Я не буду это все описывать. Это все есть в массы литературе, особенно советской литературе, особенно людей, которые, в общем-то, свидетели, которые выжили чудом, выжили той же Хатыни. Да, пускай они использовали у своих вот этих бандеровцев и мадьяр, то есть якобы славянские племена, на самом деле там давно уже, не славянские, они уже давно, они мечены, и генетика их сильно подпорчена. Поэтому они ненавидят Русь, они лезут сюда, здесь ресурсы, но мы им мешаем. Мы всегда им мешаем. И сейчас они не скрывают, они тоже хотят уничтожить население. И они это делают целенаправленно, по своим планам, методично все они это делают. Но сейчас еще поднимают голову монархизм, который вот на... который хочет пробить дно, что называется. То есть вот монархизм – это враг трудового народа. Здесь нет никаких иллюзий. Если кто говорит, что он не враг, это тот, кто надеется пристроиться к кормушке и паразитировать на народе. То есть это ложь, полная ложь. Если ты не хочешь, чтобы на тебя паразитировали, ты не можешь принять монархизм. Просто априори не можешь. И вот эта схема, она нам показывает, что российский императорский дом это есть полностью... Не знаю, здесь вот он плохо фокусирует, но я ее потом сделаю. Это полностью все они вот... Мыклинбург швейринские, Великобританские, Принцессы гессенские, Королевы греческие, даже есть тут, Вертемберские, и так далее, и так далее. Фридрихи, Карлы, которых потом переводят в русские имена, дают им русские имена. На самом деле язык сломаешь. Карл, Фридрих, Великий герцог Саксон, Вейморский, Маклинбург швейринский, Фридрих Людовик, Елена, герцог австрийский, Палатин венгерский, герцогиня Саксон, Кабурская, и все они в этом будут. Баденская, Маклинбург швейринская, Екатерина у нас. Где у нас тут Екатерина? А вот начинается с Михаила, Мария Владимировна, Михаил, Романова, Евдокия, Анна, Алексей, Милославский, этот Милославский, где у нас там Петр Первый. Сейчас мы найдем, вот у нас пошла Петр Первый. И пошли у нас вот с Петра Первого, Екатерина Первая, Алексеевна Скворонская, Павел пошел, если Петр Первый у нас тут же подсадной уже, уже даже не от вот этой вот ветви, а уже заменен, что там очень масса тому доказательств, то здесь от него, соответственно, нет вообще ничего русского. То есть вот единственная ниточка, которая могла идти от Петра Первого, если он был действительно Петром Первым, а не подсадным. Все остальные, они идут уже все эти привнесенные это европейские дома. Все это захватчики. И ждать от них какой-то того, что они будут любить Россию, ну нет, зачем они сюда пришли не за этим, чтобы любить Россию и русский народ. Они пришли его угнетать. Это чистая правда и нечего здесь, в общем-то, копиломарки, беситься здесь нечего. Если вы монархисты, кого это раздражает, ну, так сказать, знайте правду, что мы вас знаем, вас, монархистов, и гнать мы вас будем, и не усидеть вам здесь, и не надеетесь, что вы сюда придете, царя своего посадь, европейского очередного, и будете здесь угнетать наш народ русский. Не будет этого никогда. Я вам говорю, как человек, пошли вон с моей земли, с русской. У нас здесь будет народ и народоправие, и советы народных депутатов, и народные советы. Народ будет решать, а не ваши государи. Так, это вот эта картинка. Теперь есть еще одна такая книжечка. Я думала, что у меня ее нет, оказалось, но у меня есть, нашла ее. Очень интересная тоже книга, это Альденбургские. Это Воронежская область, известный Петр Альденбургский, очень известный товарищ, это вот Ветция Альденбургская, которая является родственниками Романова. Ну, так называемым Романовым, потому что мы знаем, что они никакие все не Романовы. Между прочим, они все друг другу родственники, и женятся они только на родственниках, на двоюродных братьях. Николай II и Александра Федоровна, они являются двоюродным братом и сестрой, и бабушка у них, королева английская Виктория, чтобы вы знали, если кто думает, что Николай I там еще как-то затесался в русские. Нет, они все друг другу родственники. Почему-то об этом вам в церкви не рассказывают. И вот мы смотрим, замечательная эта работа, вот она Ольга Александровна, это родная дочь Александра III, и Петр Альденбургский, который ей каким-то там братом, то ли двоюродный, то ли двоюродный брат. Но она мучилась с ним в этом браке, женщина такая творческая, и в конце концов мучилась, потому что он не может быть мужем женщины, потому что, ну, в общем, другая ориентация. Естественно, это была мука. Но нужно было им держать вот эти браки, потому что поддерживать, у них там свои правила игры, они же все ненормальные, эти европейцы. Промучилась, потом был у нее Куликовский, любимый человек. В конце концов, Николай II разрешил развестись, и выйти замуж за Куликовского. Вот они потом в здание приехали, вот у них потомки. Это портрет принцессы Альденбургской Евгении Максимилиановной, которая в Рамоне, вот в Воронежской области, у них есть усадьба. И здесь есть тоже в этой книге их родословная. Вот она, эта родословная. И очень четко тоже показано, что они друг другу все родственники, и что это есть Гольштен, Капторская младшая линия. Карл Фридрик, от Екатерины II, вот они все от Павла императора, и пошли. Вот они друг другу все родственники. Они все женились друг на друге, они не могли брать со стороны, тем более русских, они вообще не могли брать, поэтому понимаешь, они не могут быть русскими. И если Александр II имел любовницу, как вот при живой жене, и Александр III из-за этого не простил отца, у них там свои эти дела. Ну что, по-человечески это понятно, вполне он не принимал. То дети, вот Александра II, они не могли принимать трон, и фамилии они всем им давались, типа Юрьевских, Разумовских, вот таких вот. Фамилии это Бастарда. Они не могли принять наследство, они не могли стать на государственной должности, вот у них, то есть там русские ветви и параллельные ветви какие-то, они здесь никак не могли быть. Поэтому только вот, вот они должны были друг на друге. Почему они именно таким образом, почему они именно так смешивались, что, в общем-то, это не могло не повлиять на генетику, на ухудшение генетики. Естественно, потому что у них сплошное смешение крови идет. Почему это? По всей видимости, есть какой-то в этом их, какой-то закон, что им нужно было именно сохранять вот свой клан. Клан, который появляется после смутного времени или во время смутного времени. Вот они и проявили себя. Поэтому они не смешиваются с человечеством, с остальным. Вот еще одно доказательство. Так что, Ольга Александровна, она и художница была, и вот впоследствии она переехала в Данию. Это уже ее сын. Потом они в Канаду переехали. Вот здесь вот они в Дании. Белоговордейцам она там помогала, движению. В общем, ну, картины хорошие рисовала. Вот творческий человек, кстати, которая хотела прожить просто счастливой жизнью и быть просто женщиной, пожалуйста. Хотя она тоже не русский человек, но вот талантливый, творческий человек. Нормально. Вот она рисовала, ну, будучи Вольгиной, когда она там жила, она рисовала картины, рисовала портреты крестьянских детей. Хотелось ей просто... Медсестрой была. Ну, вот интересный такой человек. Я не знаю, что они там прям все плохие, как люди, но надо понимать, что общее это то, что они гауляют, и здесь. Они захватчики. И вот эта вот и мадам Евгения Максимилиановна, она стала владелицей сахарного завода, который уже был до нее здесь. Здесь был русский купец. Но он каким-то образом, почему-то у него отжали это предприятие, но все то же самое, как и у нас в 90-е годы. И вот они тут такие все великие, развеликие. И вот якобы она там все это создала. На самом деле все здания кирпичные, вот эти вот заводские, были построены еще до миллиона. То есть были... Когда там надо еще узнавать, потому что информации очень мало. Но хочу сказать, что сейчас этот завод точно так же разорен. Там остались одни стены. и вот новые оккупанты, которые пришли, они вообще все уничтожили. Даже то, на чем вот эти вот товарищи делали деньги. Они и это все уничтожили. Все наши заводы. То есть эти хотя бы здесь заводы строили. Там хотя бы рабочие места были. Вот так. То, что сейчас пришли и собираются дальше идти, это вообще просто, это дно. Их допускать нельзя к власти никаким образом. Надо их изобличать.